Юрий Кузьмич один из 14 технических инспекторов головного предприятия Берестейского пекаря. Почти 10 лет мужчина не только выполняет свои прямые должностные обязанности, но и следит за общим состоянием одного из цехов предприятия. С мастером смены он проводит проверки ежедневно. Раз в месяц обязательно на вход с инженером по технике безопасности и начальником цеха. Руководство всегда отвлекается. Мастер смены, я еще раз повторю, сообщает начальнику непосредственно службы, где есть нарушения. И в течение какого-то времени нарушение исправляется. Ну если бывают такие случаи, что может быть надо больше времени, то и переносится на следующий день. Но в основном стараемся делать это сразу же. Да, очень оперативно, конечно, потому что техника безопасности и надо это все сделать оперативно. Такие инспекторы работают на пекаре в каждой смене. Свои обязанности, которые, к слову, являются дополнительной общественной нагрузкой, выполняют добросовестно. От их подхода к делу в определенной степени зависит безопасность производственного процесса. Руководство предприятия на замечания инспекторов реагирует оперативно и конструктивно. Недочеты здесь всегда стараются исправить в максимально короткие сроки. Сотрудничаем по полной программе, потому что это в первую очередь финансирование. То фактически то, что планируется, какие финансы на охрану труда, это всегда выполняется. То есть и на спецодежду, и на производственный контроль, и на медосмотры, и на все. Ну, фактически без вопросов. Руководство всегда деньги выделяет. Система управления охраной труда в акционерном обществе внедрена и работает. Сотрудники предприятия знают и соблюдают правила, ознакомленные с производственными рисками. К такому выводу пришли профсоюзные специалисты по итогам визита. Нет сомнений, что на пекаре уделят особое внимание и направлениям, которые Федерация профсоюзов Беларуси отметила в числе приоритетных на 2017 год для всех предприятий и организаций страны. В конце января Президиум рассмотрел итоги работы по осуществлению общественного контроля, а также состоянию охраны труда. В результате был выработан ряд мер. Их цель – активизация работы первичных профсоюзных организаций и укрепление системы взаимодействия с руководителями субъектов хозяйствования. Чтобы их работу совместно, как наниматели, так и профсоюзные организации не оставляли один на один, а координировали здесь работу, планировали работу, периодически рассматривали, в том числе, вот как прописано в нашем постановлении, принятом решении Федерации профсоюзов, чтобы это было ежеквартально рассматриваться, подводилось итоги, чтобы тех профсоюзных активистов, общественных инспекторов по охране труда, которые активно работают и конкретно вносят какие-то предложения, находят недостатки, нарушения требований охраны труда, их обязательно заметить, поощрить, примировать.